Соединила в один большой разрыв очка. Сейчас я буду читать про пердунов. Сколько можно? Может закончим с этой хероней? Это как про нормальное явление с ними было только в 10 раз хуже и страшнее. Привет, друзья! Вы на канале Лавка Лавкрафта. Время поговорить о прочитанном. Накопилось достаточно книг, поэтому видео будет поделено на две части. А сегодня я расскажу о 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 прочитанных книгах. Поэтому давайте без лишних слов. Начинать! Начнем, пожалуй, с долгов сентября. В сентябре было прочитано всего две книги. Одна из них была у нас на совместных течениях в моем телеграм-канале. Выходило по ней отдельное видео, но немножко пробежимся. Это американская вот так вот трагедия в цвет. Американская трагедия. Это Дора Драйзера. Книга из моих осенних планов. Значит, о чем у нас существует эта история? Она о молодом человеке Клайде Гриффитсе. Я даже имя запомнила. И его, ну, не знаю. Давайте так скажем, об обобщенной истории успеха. Пацан к успеху шел. По крайней мере, я так считала, что роман будет об этом, потому что у меня почему-то ассоциация с Теодором Драйзером, что именно он специализируется вот на такой литературе про становление героев из грязи в князи. И, в принципе, сначала это так и было. У нас роман делится на три части. Книга один, книга два и книга три. Мне понравилась первая книга, третья, второй и третья. Причем в третьей это было где-то середина третьей. И в целом у меня сложилось не очень благоприятное впечатление от романа. Поставила я ему пять из десяти. Что же мне не понравилось? Мне не понравилось то, как автор пытался выражать эмоциональное состояние героя. На мой взгляд, у него это получилось ну, как-то искусственно, больше похоже на какую-то дешевую театральную пьесу. Не хватило мне нормальной психологической составляющей. Потом мне не хватило других героев. Книга-то на самом деле не маленькая, она где-то 800-900 страниц в разных изданиях. И, казалось бы, это такой объемный-объемный роман должен быть, в котором разные персонажи должны так или иначе были присутствовать. Но по факту мы видим историю Клайда, его мысли, его чувства, вот эти чувства, которые описаны были странно. У меня вот претензии именно к этому, что с одной стороны вроде бы все про одного персонажа, и вот эти чувства, они описаны были, ну, не то чтобы очень хорошо, а с другой стороны, можно было бы, ну, не зацикливаться так на этом всем, а расписать других героев. Причем, без спойлеров сложно говорить, все было вот в том видео огромном, там вообще мы ровно месяц читали, и по каждой неделе я записывала ролик, и потом соединила в один большой разрыв очка, так что обязательно переходите и смотрите. Но я с Теодором не заканчиваю, потому что судя по отзывам, это не самое лучшее его произведение, и у меня на полках еще стоят, ну, что ж мне теперь, что ли, крест на нем ставить, не буду у него крест ставить, это как поставить на Дэнни Симонсе крест, взяла бы, я прочитала сначала у него, значит, нет, ну, Лето Ночи, если бы я у него начала читать, я бы, наверное, крест на нем поставила. Допустим, песень Кали, я бы прочитала и подумала, фея, какой-то дешевая пародия на Стивена Кинга, учитывая, что я Стивен Кинга не сильно люблю, и не прочитала бы Террор, а Террор это просто уникальный, вообще просто потрясающий один из любимых моих романов, так что с этим то же самое, встретимся с ним, тем более, что первая книга вот как раз было про становление персонажа, про то, как он стремился к этому успешному успеху, и описано было прям интересно, я с удовольствием читала, и потом просто забуксовала на продолжение, но у меня были ограниченные сроки, и если бы не было вот совместных чтений, я бы, наверное, может и бросила. Все, с этим заканчиваю. Второй роман сентября, я хотела его прочитать, как только увидела при заказе, дождалась, он пришел, я сразу фактически его начала читать, там очень любопытная тема, потому что там учительница мстит школьникам. Гринча осенила великолепная кошмарная мысль. Это Каная Мината признания. Поставила я, по-моему, то ли 4 из 10, то ли, ну, в общем, обо всем тоже по порядку. У нас по сюжету есть учительница, я уже не помню, как ее звали, тут уже с именами у меня проблемка. Юка Моригути учительницу звали, и вот заканчивается учебный год, или они там уходят на каникулы школьные, и у них заканчивается какой-то пробный период какого-то эксперимента с распитием молока каждый день. То есть ученики каждый день пили молоко и хотели, видимо, так там, не знаю, узнать, воздействует это как на иммунную систему учащихся или нет. И вот заканчивается это, значит, последний эксперимент, все они разобрали баночки этого молока, садятся, и она начинает вот рассказывать им историю про то, что все знают, что у нее умерла маленькая дочь, трехлетняя, которая якобы в школе утонула в бассейне. И наш учительец говорит, я знаю, что она не утонула, нет, были несчастные случаи, а в смерти моей дочери виноваты два школьника. И сегодня они, блядь, ответят за свое. Ну, просто дайте пять штук таких, я буду читать. и действительно, первая часть, а здесь тоже вот такое небольшое произведение, но оно делится на несколько частей, как бы рассказывается разными героями, одна и та же история. От лица учительницы это была самая интересная часть. Она рассказывает про свою жизнь, про свою дочь, про то, как она умерла, и кого она считает виновными, и как она их накажет. И вот эта часть, она была просто очень-очень интересной. И, в принципе, можно было на этом закончить. Получилось бы классный такой хоррор-триллер, короткий рассказ или повесть. Но автор Ка решила иначе и превратила это вроде как в роман. Ну, тоже так с натяжкой романа можно назвать, очень маленькое произведение. Эту же историю она решила рассказать от лица. Ученика один, ученика два, ученицы три, еще кого-то. И это было скучно, потому что несмотря на то, что лицо повествования-то менялось, а стиль не менялся, как будто я одну и ту же, блядь, историю читаю четыре раза, четыре раза, и к концу я такая, ну, сколько можно, уже, может, закончим уже с этой хераней. Так, следующие две книжечки мы тоже, а хотя давайте-ка про фантастику, давайте про мою любимую фантастику. Наконец-то я продолжаю цикл. С циклами у меня вообще жесточайшие проблемы. Я могу вот читать по книге в месяц, мне будет интересно, но потом я дочитаю до какой-нибудь части, где, ну, автор отдыхал, или что-то там произошло у него в жизни, поэтому это хуёвая часть, и я такая, как отрезала, так шух, и потом я долго могу не возвращаться к циклу. Я до сих пор не начала читать последнюю часть казалетов, потому что последняя, четвёртая, вот эта вот, она закончилась херово, и я не могу приступить к 5 да но я пересилила себя и взялась за седьмую часть цикла пространства джеймса кори это восстание прессе полиса наконец-то заключающая трилогия да там 9 книг и 3 трилогии ну они все объединены одной темы но тем не менее как бы там внутри истории еще истории и это первая часть вот последней трилогии если вы не читали пространство то вы можете перемотать или если у вас память как у рыбки тори это просто слушайте ничего не запомните просто посмотрите на меня великолепно здесь мы встречаемся с героями спустя 30 лет после по событий описанных в шестой унылой книге вот такой вот таймскип казалось бы интересно да там кто-то должен был умереть уж точно потому что некоторые персонажи были очень старыми на момент вот последние книги нашему джеймсу холода ночи уже там около семидесяти лет там к этому алексу пилоту марсинанта уже под 80 и когда мне говорят 30 лет я буду читать про пердунов это будет наверное очень интересно захватывающим какие у них проблемы там старости что там двигаются у них суставчики не двигаются значит у нас здесь ну при последнем там прочтение было понятно что команда арсинанта выросла тут они вроде отлетали вместе по 30 лет у них добавилась бобби бобби драпер драпер бобби в общем моя любимая марсианская десантница и героиня которая зовут клариса мало та самая женщина которая хотела укандо шить холдена в третьей части еще одной моей нелюбимой части там она просто всеми правдами и правдами потас убить но потом стала частью команды я вообще такие тропы люблю типа из водеев добряков эти добряки потом помогает нашим другим добрякам просто вообще я обожаю обожаю в фильмах и вообще в романах такие тропы когда человек исправляется начинать кому-то другому помогать это все мне нравится поэтому я не против что команда выросла больше стало мне девчонок три на три но нужен же был какой-то замес там не значит колонизация этих вратам миров продолжается брата открыты есть у нас там всякие союзы марса и земли земля восстанавливается хотя вот к этому вопросе к этому вернемся значит земля восстанавливается марс уже не тараформирует и жена херу сразу если не есть другие миры значит у нас есть еще острые диане и и вот королева остров драмер она как бы президент этого там содружества перевозчиков книга начинается того что ходу на 5 своей жопы садиться в лужу я ненавижу честно вот чтобы не происходило вот этот персонаж он просто катализатор генератор всей херни которая происходила на протяжении всех романов которые я читала и почему-то он считается хорошим персонажем добрым который спасает положение на самом деле он сначала гадит а потом спасает положение принципе так делают многие политики они сначала у тебя что-то отбирают потом это что-то дают и вроде становится хорошо тут тоже самое но тут этот персонаж как бы главный положительный я рада что кроме него есть еще люди еще персонажи которыми которым обращается автор иначе я бы не стала это весь цикл читать потому что это невыносимый говнюк но тут посвящение каких-то обстоятельств оказывается что он не главный говнюк этой всей этой вот книги тут у нас значит за мир за месяц такой у нас марсианский хрен один украл марсианские корабли генерал улетел на другую другой мир через кольцо лакония называется он узнал что там есть и на пришли технологии пришельцев которые ну мертвые давно вот пришельцы которые создали эти кольца их что-то убило всем это похуй на самом деле было до какого-то момента и вот он узнал что там есть некий огромный практически вот грубо говоря 3d принтер который может печатать военные корабли какого-то нового формата и вот он туда значит со своими сподвижниками съебывает никто вообще всем насрать они сначала были заняты бывшим наоми которые там пытался уничтожить землю он забросал землю в предыдущих частях всяким то ли астероидами то ли кораблями там чем на земле случился апокалипсис практически как вот динозаврами но почему-то земля восстановилась через 30 лет ладно опустим этот момент хорошо и всем в принципе было на сайт но есть какая-то лакония вот он туда влетел все-таки ой блин делаем свои дела у вообще перевозчики деньги там утекают туда-сюда надо еще вот эти про то как-то контролировать потому что там есть некая медленная зона очень долго рассказывать и в общем там какое-то место не просто войти в эти брата некоторые корабли входят но не выходят а где-то исчезать куда-то они попадают к неким существам которые как раз были виновны все гибели той цивилизации который создала и создала ту самую про то молекулу и мы к ней наконец-то возвращаемся но возвращаемся мы к ней из вот этого марсианского хрена который построил корабли и решил что я император лаконий мне мало лаконий я хочу все то есть вы понимаете да прошло много лет у людей есть технологии продолжительной жизни выросла место много 13 сотен гребаных миров но хрена нужны все никогда ничего не меняется и мы имеем опять войну он значит выходит из этих ворот и такой привет ушки теперь все вокруг лакония вы пожалуйста не сопротивляетесь и если будете сопротивляться естественно вы будете уничтожены у нас есть единый император там как же его звали не помню как вы звали в общем у нас император лаконий он ваш теперь император ваш вождь все теперь вы лаконцы мы сейчас пойдем быстренько по быстренькому землю поставим на коленки и будем строить светлое будущее естественно некоторым это не нравится особенно астероидианам потому что они начали как раз а станции церр а церр нет не церр а медина со станции медина которая принципе из астероидиан состоит а что у нас делали астеры все то время а вообще все 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 время они всегда были в практической готовности к войне но только со внутряками то есть землянами и марсианами но тут подумаешь какой-то лаконец поэтому естественно они уже перебрались свой режим сепаратистов и создали группировки но нашим-то героем не нужно чтобы на станции медиозно было несколько разных группировок потому что ничего этим не добиться они наши герои хотят создать одну и бороться с этим неприятелем это стелс триллер в принципе было интересно любопытно но я бы не сказал что мне прям очень понравилось это было лучше чем предыдущая книга я приступлю может быть следующем месяце к предпоследний но он все равно это было чуть хуже может быть даже не чуть чего первые две но я естественно продолжу и даже были пару моментов которые заставили млевым блин всплакнуть потому что здесь присутствует гибель одного из основных персонажей то помянем 8 из 10 а я сейчас смотрю думаю должно ли быть видео что-то 10 из 10 или нет да и похер короче я уже отложила вы просто знаете что 10 из 10 в следующем и обязательно подписывайтесь чтобы оставаться на связи и посмотреть следующее видео так продолжим мы одно из книг видео уже на канале мы его тоже совместно в телеграм-канале читали в рамках вот этого октября халлювина всех этих жутких вещей я выбрала четыре небольших романа и мы по каждой неделе читали но и вот в один из в один из недель выпал ужасы митвиля джея энсона я ее давно хотела прочитать но мне жалко было на нее денег поэтому она лежала ждала пока читай город сделать у нее скидок и 70 процентов тогда я смогу купить и вот я приобрела рубли за 100 с чем-то и с удовольствием взяла на прочтение кто же во первых смотрите видео там полное видео есть а во вторых вкратце да кто же не знает вообще эту историю но если вы не знаете я вам сейчас напомню значит 13 ноября 1974 года рональд де фео ночью встал и перестрелял всю свою семью затем он пошел в бар и сказал что кто-то убил его родных затем когда его арестовали потому что был не кто-то рональд де фео он сказал что голоса на протяжении 28 дней приказывали его это сделать и вот спустя год в этот дом заселять семья ладз и они спустя 28 дней сбегают из дома оставив все свои вещи там потому что их преследовали некие сущности злые в этом доме и были голоса и было все это и были полтергейсты в общем это как паранормальное явление с ними было току в 10 раз хуже и страшнее а наш джей энтсон просто встретился им на пути и решил записать их слезную историю и выпустить книгу чтобы все знали как было страшно на самом деле чтобы заработать и чтобы они заработали но об этом не рассказываю видео другом в общем я и прочитала это же поставила что-то вроде 4 из 10 или 5 из 10 значит они туда нашла ци заезжают начинают происходить всякая чертовщина там двери слились на стенках черный унитаз оркестр ночью свинья за окном всякие разные веселые такие штуки и еще есть побочная линия со священником который не хочет выполнять свою работу все что вы должны знать об этом вот эту книгу я тоже купила потому что мне нравится этот автор я прочитала прочитал вот с этой самой этой самой я прочитала 4 всего романа него по моему да и мне нравится нравится как он писал и самым был такой вот себе интересной личностью я про него рассказывал уже этой кио миссимо и роман который сдается на русском впервые который считается у критиков может не самым прекрасным на свете после банкета я его уже прочитала потому что маленькие маленькие книжки не так пугает просто открывать его посмотрите тут же отступы больше чем кутузовский проспект так я его прочитала и потому как она не присутствует этот ну кстати не ублюдки супер очень даже симпатичный я от него избавлюсь из всех четырех просчитанных этот был он не меньше всех понравился не сказать чтобы говно это и поставь семь из десяти но вниз ну не не захватила меня в общем по сюжету у нас есть не молодая женщина по имени ней кодзу кодзу это фамилия будем ее кодзу называть тем более что в книге так и называют она держательница некого ресторана что-то вроде чайного дома в котором кейши служили на не кеша просто такая бизнес в ум в которую весьма успешный ресторан который поддерживают политики консерваторы ходит туда кушают она их развлекает получать за это деньги все хорошо все прекрасно но вот однажды туда приходит старпер стопер не знаю сколько лет 60 может потенде и она решает что это мужчина и и дримов просто что ей нужно с ним встречаться и ему нужно брака сочетаться собственно не брак сочетается потом узнаем что это было лишь для того чтобы наши героини кодзу было не безымянно ну не то что безымянная могила то что под фамилии было похоронить чтобы все было честь по чести чтобы родственники приходили неважно что они как бы ничего никакого к ней отношения нет но они бы туда приходили и это ее тешил очисываем естественно не бракосочетаться ну а потом начинается проблемы когда наш вот этот перудур решает баллотироваться в губернатор и а супруга всеми средствами пытается ему помочь хотя он они у ее помощью не просил ну а что было дальше вам предстоит узнать когда вы прочитаете сей роман я не буду говорить но естественно можно догадаться до что ну какое замужество на старости да и вообще какой замуж тоже когда тебе не больше 23 там уже начинаешь жизнь любить в одиночку зачем это все надо это привыкание к человеку кого всем этим изъяна без лифчика дома не походишь ну а книга сама очень красиво последний роман которым я расскажу меньше всего час наверно помню но сейчас я буду рассказывать в помню тоже у нас на на месяце хэллоуинских ужастиков это шагренева кожа народа бальзака она мне еще была видео пять забытых книг эксклюзивная классика мне там в том видео понравилось ознакомительный фрагмент то что мы очень приятно написано очень приятно очень какие-то интересные мысли авторами но значит сам роман не оценил в 5 из 10 давайте расскажу почему аннотация рассказывает вам весь сюжет в принципе у него от никаких спойлеров нет мужчина молодой человек в нужде там это построение романа кстати интересно он начинается со середины то есть почему человек пришел к этой нужде мы узнаем уже потом после того кун там уже с шагрением кожа встречается значит он в нужде он прыгает последние деньги в казино он решает броситься в сену но думаю что надо это делать ночью под покровом чтобы знакомых никаких них чтобы никто не вытащил поэтому идет в антикварные лавку чтобы там провести время до вечера значит рассматривать всякие предметы и наконец находит какую-то картину какую-то иконку он зовет вот этого владельца приходит владелец такой говорит наш герой говорит ах какая картина сколько стоит он говорит миллион-миллион такой я так и знала буду брошь стену ну такой ну раз собрался бросаться вот тебе еще и шагреневая кожа можете понравится и это такой артефакт значит он исполняет желание но взамен твоя жизнь сокращается то есть исполняется желание и к шагренево кожа уменьшается вот когда он совсем исчезнет наш герой помрет сначала значит на сначала наш рафаэль не верит в это поэтому он говорит ах если это было правда тогда бы я заказал себе кутеж целый вообще вечеринку чтобы там пили и ели чтобы шлюхи там были чтобы разговоры философские дут ра вина рекой и собственно то есть случается он схватает шагреневую кожу на всякий случай в карман койдет выбегает а тут его сейчас знакомый такой говорит о рафаэль пойдем тут рядом вечеруха вечеруха правда такая какая-то элитная там много алкоголя много еды и вот с этого момента они немножко выпивают немножко нажираются значит и рафаэль такой да сейчас я тебе расскажу всю свою жизнь и рассказывает собственно как он доказался на жизни такой что к этому привело и дальше уже развивается событие с этой шагренево кожи и ту 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 в общем то ну это было не мистическое произведение скорее философская автор хотел на какие-то свои вопросы там дать ответы может быть хотел какие-то мнения свои обществу показать потому как они вместе с друганами философствовали на этой пьяной вечеринке диванные вот эти кухонные философы которые выпивают и начинают а вы знаете а то а 3 5 10 они в принципе так и сделали и да это было конечно же очень умно они там использовали красивые слова эпитеты но это был у бога потому что они были все алканавты они могут только пиздеть но ничего не делать на герои такое же за этим проходит 2 3 3 книги из дальше уже финал где он там это шагренью кожу тратит еще раз учиться там собственно вы узнаете прочитав роман еще мне не сильно понравилась конечно мораль может он такую хотел показать там есть еще конечно и любовь он был влюблен в девушку который мне отвечала вернее никак не отвечала с ним гуляла он прикидывался богатым он тратил последние средства на нее хотя она не просила и она ему сказал я замуж не хочу я вам сказала как предыдущий после 23 не надо и вот она так я замуж не хочу мне и так хорошо поклонники так лежа на моих ног мне ничего не надо и ты мне тоже не нужен будем друганами но он конечно же думал что конечно конечно кому везде она так всем говорит она так говорит специально набивать себе цену но на самом деле она все ценами набивала в конечном итоге наш герой естественно обеднел но она об этом не знала сказал ну мне было бы наверное все равно если было там в общем если бы я вас любила я вас нахера не люблю поэтому не насрать это героиня мне понравилось больше всего а вот остальные персонажи меньше вот такой финал 5 из 10 по моему я уже говорила рассказала вам о 6 до 1 2 3 4 5 6 а 6 романах прочитанных обязательно подписывайтесь смотрите вторую часть на канале скоро выйдет всех целую пока